Добрый день, добрый день, зрители, добрый день, подписчики, добрый день, это Беларусь Гомель. Сегодня у нас среда, около 12 часов 15 минут сейчас время. Вот, я решила вам немножечко включиться, просто так, пока сижу за швейной машинкой. Только села за швейную машинку, браться я за нее не хотела, но работа у меня стоит, и поэтому как бы все равно ее делать надо. Идти куда-то брендать, конечно, лучше бы мне было идти куда-то походить, но как-то сегодня мне что-то не клеится на ходьбу, на выход. Надо немножечко посидеть, что-то сделать полезное для дома. Кто помнит, девочки, мальчики, кто помнит, мне Надежда из Москвы присылала вот такое вот покрывальце, вы помните, да? Оно было настолько длинное, что я его вынуждена была отдать в ателье, и мне его подрезали до нужного мне размера. Вот, подрезали аккуратненько, окантовочка, все, вот здесь вот с четырех сторон, все аккуратненько. И с лишней немножечко ткани мне пошили, я сказала, пошейте мне еще две таких вот наволочки. И в наволочку вставьте мне замочек, молнию. Вот, наволочка на молнии получилась, наволочка вроде бы получилась 45 на 45, не помню я. Конечно, срезанный во всю длину угол, это не говорит, что будет одинаковый рисунок. Рисунок разный. Здесь рисунок вот такой, вот, с одной стороны, и вот такой с другой стороны, а здесь рисунок немножко другой, уже с такой полосочкой, и зад вот такой вот. И у меня с моего старого комплекта порвалась простыня, вот такая вот порвалась простыня, но уголки, они целые. Вы знаете, где мы спим, вот угол целый, в ногах угол целый. И поэтому я по размеру не вырезала, а оторвала такие вот два кусочка, и я хочу пошить сюда такие вот вкладыши, а эти вкладыши начинить такими синтепоновыми шариками. Вот, и поэтому надо вот это дело провернуть. И у меня будет и покрывало на диване, и у меня будет две таких подушечки, будет типа комплекта. Вот, покрывало было очень широкое, я его устала подламывать с одной стороны, и поэтому я решила отнести в ателье, и мне вот так вот сделали. Вшили мне молнию аккуратненько в ателье, закройщица, вот. Я только боюсь, чтобы не просвечивалась вот эта вот сюда. Не, не будет просвечиваться, потому что уж очень яркая, уж очень яркая вот эта вот ткань. Вот, так что все вам показала, рассказала срезанную длину, или ширину, подождите, ширину срезанную. Вот, со срезанной ширины получилось две таких вот наволочки. Вот, так что буду сейчас немножечко прострочу. Нет желания вообще шить вообще, но что-то делать дома надо. Вот, опускаю вас на низ, стоите вы у меня на гладильной доске. Я не пользуюсь тем, 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 что Яна мне настроила. Как он называется? Ай, как он называется, что Яна мне настроила? Тренога-то, как же он называется? Ну, стоячок такой для телефона. Вот, чего-то я им не пользуюсь, ну, потому что я привыкла все так, как я привыкла. Я привыкла вас ставить на гладильную доску, на стремянку, значит, я так привыкла. И менять я почему-то ничего не хочу. Не знаю почему, но я ничего не хочу менять. И поэтому вы стоите у меня, девчонки, на гладильной доске. Мне не важно, как мне сшить этот чехольчик, правильно, неправильно, это будет всего лишь чехольчик. Вот видите, уже, уже что-то все, машина стопорит. Ох, как я не люблю шить. Ох, как я не люблю шить. Как мужики говорят, это серпом по одному месту, так и мне. Только пустила лапку, уже ничего у меня не поворачивается. Еле, 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 душа моя у тела. Вы мне там писали, как делается задний ход у машинки. Я так и не знаю, девочки. Я вот взяла, перевернула. Я по-своему, по-старинушке. Мне мамка никогда, когда шила, на перевертыш не ставила. И поэтому я всегда ткань ворочаю так, под машинкой. Дети на улице сходят с ума. У меня на клумбе лежал камень. Тяжелый-тяжелый, большой, дикий камень, дичак. И кому-то он подадобился. Его взяли, сняли с клумбы и положили рядом. Ох, если бы я увидела. Ох, я бы, я не знаю, что бы я сделала этому пацанью. А я что-нибудь бы сделала. И я была бы права. Руки чешутся. Детям некуда деться. Дети бесхозные. Родители на работе. Дети шатаются по двору. Туда, сюда. Им помешал мой камень, который лежал на углу. Помешал. Вот они его взяли, сняли, сдвинули. А что это за нитка потянулась, а? А что это вот это вот за нитка? С челнока нитка. Так у меня же не шьет машина. С вами разговариваю, машина-то не шьет у меня. А чего она не шьет? Вот, потому что нитку я не достала с челнока. А чего-то она не достается, с челнока нитка. Вот видите? Меня уже бьют психи. Что-то не то. Ну вот чего она? Что это тут такое? А, эту нитку обрубила. А это не достается. Вот видите, какая с меня шью я. Я ненавижу шить. Я, кажется, отнесла бы в ателье эти тряпки две. Заплатила бы деньги, чтобы мне все сделали, пошили. Я бы только пришла и готовое забрала бы. Ну я же заправляла все. Чего она оборвалась? Чудо. Теперь надо в нитку, в иголку попасть. Да, да, дети ходят бесхозные у нас. Девочки, я когда сидела, сидела в белсоне на подколку колена, там сидела женщина, тоже пришла со своими проблемами к этому же доктору. Мы с ней разговорились. Она, оказывается, учительница. И она рассказывала, как детей возили они в санаторий. Она говорит, какой ужас! Дети не слушаются. Девочки сами лежат под одеяло к мальчикам. Вот, говорит, отбой. Рядом палаты девочки, рядом палаты мальчиков. Я, говорит, думаю, пойду я их проверю. Я прихожу, а они хихикают. И, говорит, видно же, один человек лежит или не один. Я, говорит, одеяло поднимаю, а у него девка под одеялом. Одетая, все как надо, с телефоном в руках. Только их разгоню опять. Девочки сами ходят в палату к мальчикам. Это вот так она мне рассказывала. Это воспитательница. Она, говорит, ужас. Я говорю, ну это же вам подработка. Она, говорит, какая подработка? Это как урок. Надо обязательно с детьми ездить. Я говорю, я думала, это подработка. Вам лишняя копеечка. Она, говорит, никакой лишней копеечки. Это наша обязаловка. Это как обычный урок. Тебя обязывают ехать с детьми в санаторий. Потом мне что понравилось, как она рассказала? Она, говорит, звонишь родителям и рассказываешь, как ведет их сын, их не сын или ихная дочь. А мама ей говорит, да вы что, гоните? Вы, говорит, представляете, какой жаргон? Да вы что, гоните? Мой сын не такой. Я бы и то так не догадалась сказать. Вы что, гоните? Вот так, теперешние мамаши, теперешний разговор современных мамаш с учителями. И эта учительница сказала, мы теперь не имеем права ни на что, ни на что, ни прикрикнуть, ни штурхануть, ничего, она говорит. И мы, говорит, звоним родителям, а родители говорят, вы что, гоните? Наш сын не такой или наша дочь не такая. Гоните. Теперь, девочки, в лексиконе столько много новых, новых появилось таких вот выражений, что я сама иногда их слышу первый раз. Я, допустим, первый раз, введя канал, услышала слово стебутся. Что такое стебутся? Раньше было слово смеются, издеваются. А теперь стебутся. И главное, что люди употребляют это слово. Стебутся. Что значит стебутся? Так и хочется еще одно слово добавить к этому слову стебутся. Смеются, издеваются. Они стебутся. Так и мама. Да вы что? Вы гоните, мой сын нормальный. Что вы гоните? Какая тут хоть строчка? Не вижу ничего. В глазах темно сегодня. Не знаю. Так что вот так, девчонки. Рассказала вам пару слов про разговор с учительницей. Девочки, я человек современный. Мне все нравится современное. Почти все, но не до такой же степени. Такое противное ее слово. Да над вами же стебутся. Что значит стебутся? Смеются они стебутся. Так и учительница сказала. А вы что, гоните? Вот так ведут наши дети в санаториях. Мальчики принимают девочек под одеяло. А девочки сами лезут под одеяло к мальчикам. Ну да естественно, это по-детски дурачатся с телефонами. Все. Но время-то отбоя. Надо спать. Не знаю. Теперь ни стыда, ни совести у девочек не было. Я помню была в пионерском лагере. У нас, если кто-то провинился, мальчик, его ставили в угол к девочкам в комнату. И он стоит в углу в девичьей комнате. Это такой стыд. Мы притихали. Мы становились тихие, девочки. У нас же стоит в углу мальчик. А теперь, видите, мальчик сам приходит под одеяло к девочке. А девочка сама идет под одеяло к мальчику. А я помню в лагере, кто плохо вел, кто-то из девочек плохо вел, воспитательница отводила в комнату к мальчикам. И какой-то час девочка стояла в углу у мальчиковой комнате. Да, было такое наказание. Я ж была в пионерском лагере, я помню. Но я ж была не в подростковом возрасте, а я была в детском возрасте. Семь, восемь, девять лет. Не старше. Девочки, просьба не обсуждать. Шить я не люблю. И поэтому я все это делаю обыкак. Но это всего лишь чехол для наполнителя в эту красивую наволочку от покрывала. И поэтому шью я обыкак. Шалам-балам. Как я люблю говорить. Шалам-балам. Вот так, мои девчонки. Я сегодня позавтракала. Встала, еле встала. Вроде проснулась, собиралась встать. А потом опять уснула и еле поднялась во сколько? Начало десятого. Спится, спится и спится. Между прочим, у меня в друзьях есть одна женщинка. Она мне сбросила, ну, какой-то знахарь или кто там, не знаю, что если хотите долго жить, не надо заниматься спортом. От спорта изнашивается все. Но я это знала. От спорта изнашивается все. И сосуды, и колени. Все. Если хотите долго жить, надо спать. Вот так. И он правильно сказал. Ко мне это подходит. Лично ко мне это высказывание подходит. Ко мне не подходит это высказывание. Если хотите долго жить, надо быть в движении. В движении, девочки, все изнашивается. И сердечно-сосудистая система. И все суставчики, все ткани, все сухожилия. Это все изнашивается. Опа! Чуть вы не упали у меня. Ой! Ну, упадете так на пол. Так, вроде что-то прострочило. Ненавижу шить. Строчка никакая, конечно. Строчка никакая. Строчка ровненькая. Вот. Строчечка ровненькая. Но она никакая. Сцепление нитки некрасивое. С обратной стороны узловатая сцепление нитки. Такая, как узелочек. Девочки, у меня в комнате окно стоит на все открытое. Мне жарко. Мне как-то дурновато. Сейчас сошью вторую наволочку. И, наверное, все-таки я куда-то выйду. Я без города не могу. Это мне еще с 17.00 до 20.00 быть в заперти. В заперти. Там, на улице университетской. Так что мне надо обязательно выйти в город. Хоть просто так зайти в секонд-хенд походить. И это для меня отвлечение. Я так не смогу. Сейчас сидеть дома безвылазно, а потом еще и там сидеть с 5.00 до 11.00. Я же чокнусь, девочки. Это же чокнуться можно. Так что, ну вот, кое-как зашила. А здесь вручную, вот сюда, через эту дырочку, через этот прорех, напихаю сюда этих шариков. И вручную так вот туда-сюда и туда-сюда. Вот здесь вот за... Можно было, конечно, молнию ставить. Но зачем? Молнию надо идти покупать. Ну вот так вот со старой изношенной простыней, которая порвана вот на такие лоскуты, я пошила вот такую вот наволочку. Вот под эту вот подушечку. Сейчас я вас немножечко дальше поставлю, чтобы ракурс был больше. Вот наволочка почти по размеру этой подушечки будет. Вот, наполненная шариками. Вот, видите, маленькие зазорчики есть, но это не важно. Вот. Вот такая я, партниха-яниха. Еще одну надо сшить и надо сворачивать, и это дело куда-то идти. Я не знаю, мне дурно. Мне вот плохо. Я сижу, у меня такое вот обмороченное состояние. Спасибо, вчера девочек поддержали меня насчет карандаша. Нашла я карандаш. Все-таки я его не выбросила. Люксвейзаж, 205 номер. Кто там, Елена, у меня спрашивала. Это люксвейзаж, 205 номер. Немножко обвела. А у меня разницы нет. Я и помадой уже привыкла обводить губы. Верхнюю губу я как-то почти никогда не обвожу. Я как-то стараюсь ее поверхностно. Вот нижнюю, да. Надо сходить в универгермак, купить люксвейзаж, 205 номер. Свеженький. А то он засохся уже, карандаш, он засох. Все, девочки, отключаюсь я. Пошью вторую наволочку. Что-то мне щекотит уже у грудной клетки. Не дай бог, кашель начнется. Пошью вторую наволочку, оденусь и хоть куда-нибудь выйду. Хоть до универмага, хоть в универмаг. Я не могу. Мне надо выйти, мне надо пройтись по улице. Мне надо вздохнуть этой гарью, которая идет от машин, от троллейбуса, от автобусов. Я тогда становлюсь человеком. А так я не могу дома находиться. Я не могу, девочки. Я бы не смогла ни одного дня в деревне жить. Ни одного. Мне нужен обзор, зрительный обзор. Чтобы я видела, автобус поехал, троллейбус поехал, люди пошли. Улицу Советскую, Центральную, чтобы я видела. Мне тогда легче жить. Все, давайте. Буду шить вторую наволочку. Девчонки, ну дошила я вторую наволочку. Сейчас покажу. Вот это первая наволочка. Вот это вторая наволочка. Две таких вот наволочки я дошила. Раз. Это вторая. И вот в такие две наволочки я вставлю. Вот одна и вторая. Мне там просили показать. Покажите, что вы будете на такой наполнитель, какие шарики. Там кто-то на Валбере заказывает. Девочки, я пошла в универмаг и купила обычный вот такой вот большой. Большую упаковку. Вот. Большую упаковку таких шариков. Здесь, как я умею ее читать, какая-то кисмио написана. Так. Кисмио называется. Сейчас почитаю, что. Наполнитель полиэфирный, в скобочках, шарики. Один килограмм. Изготовление республика Беларусь, город Гродно. Килограммовый длинный пакет. Килограммовый, девочки, длинный пакет. Вы записываетесь, записываете. Сейчас я вам надрежу его. Ну, вот такие обычные шарики. Вот. Вот такие обычные шарики. Волокно. Сегодня начинять не буду. Мне дурно. Мне надо выйти. Я хочу выйти. Я хочу в город. Завтра буду начинять, девочки. Я вас включусь, и мы будем с вами вместе начинять. Наволочку я прошила, да. Но вот здесь вот оставила маленький разрезик. В этот разрезик буду начинять, а потом возьму так вот просто вручную. И вот этот кусочек зашью вручную. Вот. Так что все. Показала вам. Пойду, девочки, куда-нибудь. Меня аж подташнивает. Мне так вот дома сейчас без 10 час времени. Вон мои часы без 10 час времени. Не хочу. Я еле пошила эти две наволочки. Еле-еле. А еще же мне вот с таких кусочков надо мамке пошить. На две подушечки. Там тоже по прямой прострочить и все. А то в нее белое и голубое. Оно все уже износилось тоненькое. А это все-таки ткань плотненькая. Она с уголков простыни. С уголков. А уголки же целые у нас. Это под спиной, под попой протертые. Все, мои хорошие. Пойду я куда-нибудь оденусь. Убирать ничего не буду. Ко мне никто не ходит. Гладильная доска как стояла, так и стоит. Мешок с этим наполнителем постоит. Машинка стоит. Пойду куда-нибудь похожу. Потом приду. Потом пойду к маману. К маман приду. Растелюсь. Лягу спать. А завтра утром опять то же самое. Ко мне же никто не ходит. Пусть это все будет так в легком бардаке. Все, мои хорошие. Вот такой сегодня ролик. Я сейчас куда-нибудь пойду, если будет, что заснять. Я засниму обязательно. Я же про вас не забываю. Ну, просто иногда идешь и вот, ну, нечего снять. Нечего. Так что все, пол дела сделано. Завтра мы с вами начиним. Впихнем эту начинку в красивую наволочку. Застелим диван. И у меня будет на диване две таких подушечки декоративных. Все. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok